Скульбута, джакала и шафлбордом самарские пенсионеры теперь на короткой ноге. Так называются игры, в которые они могут поиграть в Самарском дворце ветеранов, где появился спортивный инвентарь. Желающих освоить новинки будут учить профессиональные педагоги и волонтеры серебряного возраста, которые готовят спортсменов к всероссийским соревнованиям. Это настольные спортивные игры народов мира. Почему они спортивные? Потому что по ним проходят чемпионаты России, Европы и мира. И по ним могут участвовать все желающие. Я почему выбрала эти виды спорта? Потому что они адаптивные. В них могут играть люди любого возраста, любого состояния здоровья, и пенсионеры, и инвалиды, и дети. Клуб адаптивных спортивных игр будет работать в Самарском дворце ветеранов по пятницам. Добавится он к действующим группам здоровья – скандинавской ходьбе, утренним зарядкам, аэробике и шахматному клубу, которые есть во всех филиалах дворца. Внимание уделяют не только укреплению тела, но и поддержке когнитивных способностей. К ним присоединиться занятия настольным лото, шашки, нарды. В перспективе у нас домино. То есть те самые игры, которые, собственно, к нам пришли из нашего советского прошлого, но все мы знаем, что они необходимы для того, чтобы объединяться, для того, чтобы и соревноваться, и в то же время и держать и тело, свою голову в порядке. Начало проекта «Спорт – это жизнь» отметили, как и подобает любому спортивному турниру, показательными соревнованиями и танцами, и песнями о здоровом образе жизни. И без ульгу мою держи, тебе одной меня звуки. Команда молодости нашей, команда без которой на ничь. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.